Хорошо. И, дорогие, догадайтесь, о чем мы с вами будем говорить. Мы будем говорить о любви. Мы снова будем с вами говорить о любви. Мы будем говорить о любви Бога к нам. Мы будем говорить о нашей любви к Нему, которую Он, ну, не то чтобы, знаете, Он не требует, Он просит. И это нормально, когда наши сердца, они откликаются на Его любовь, да, взаимностью. И это правильно. И я вам скажу, что это очень важная тема. Она всегда важна, она в любое время важна, да. Но, как оказалось, тема любви, она важна особым образом в тяжелые времена. Во времена испытаний, во времена катаклизма, во времена всевозможных происшествий. Потому что, знаете, эти сложные времена, да, они являются, как бы, такими символами, не символами, ну, последнего времени, да. Вот, они являются вот тем, ну, как бы, предупрежденным или в пророческие, как бы, высказанным, что будет в последние времена. И, знаете, удивительный момент, что я понимаю, что последнее время, да, это вот все, как бы, по сути, две тысячи лет, которые после того, как пришел на землю Господь. Последнее время, это после чего-то, последнее, ну, последующее время, после чего-то, вот. И в это время написано, что вера многих, она будет испытана через разные ситуации, да. И когда наступают вот такие времена, очень важно углубиться, знаете, вот в то, что даст возможность на самом деле пройти это. Нам нельзя, как церкви, упускать эту возможность, нам нельзя, как церкви, упускать этот момент, и я бы хотела поэтому говорить об этом. И потому что, знаете, вот как раз, когда говорится о последнем времени, то вот есть вот это предупреждение, о котором мы прошлый раз, когда я проповедовала мы, я затронула эту тему. Есть предупреждение о том, что охладеет любовь, охладеет любовь. Да, и мы говорили об этом. И знаете, что интересный момент, мы читаем Иакова, первая глава, 12 стих. Давайте мы откроем. Иакова, первая глава. Кто открыл, скажите. Иакова, так, первая глава. Я читаю, у меня несколько переводов, но я прочитаю вот тот, который, как бы, из которого я бы хотела больше вам что-то показать. Иакова, первая глава, 12 стих. Блажен тот, кто, перенеся испытания, выдержит его до конца. Он получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его. То есть, только любящие Бога смогут выстоять. Поэтому, любовь к Богу, очень важная тема. И мы, в прошлый раз, знаете, мы говорили с вами, что очень важно, чтобы мы сначала узнавали Божью любовь. Мы начинаем любить Бога. Мы влюбляемся в Бога вообще. Любовь продолжает в нас возгораться через то, как мы познаем его любовь к нам. Ты не можешь, мы говорили о том, что ты не можешь полюбить того, кого ты не знаешь. То есть, можно, ну, как бы, это может нравиться, он может там, ну, какие-то симпатии, еще что-то. Но любить мы можем только того, кого знаем. И Бог захотел открыться, как любовь именно. Знаете, почему? Потому что есть в этом огромная сила. Знаете, мы когда читаем, мы праздновали прошлое воскресенье, праздник Пятидесятницы, да? И интересная вещь там произошла. Вот все очень связано с любовью. Написано, что Иисус, когда обещал Духа Святого, да? Мы знаем, что Дух Святой сошел в виде языков, пламени на учеников. Иисус, когда обещал, Он говорил, когда вы примете Дух, вы примете что? Силу. Силу. А потом мы вдруг читаем, что на самом деле, когда сошел Дух Святой, что излилось в наши сердца? Любовь. Упс. То есть обещана сила, излилась любовь. Там, где излилась любовь, обещали силу. Бог ошибся. И я думаю, что нет, что Бог не ошибается. И знаете, мы, ну, так интересно это связано. И с одной стороны, ну, ты думаешь, ну, какая может быть связь? Мы читаем, да, Коринфянам 13 глава, там, где написано, описаны то, что есть любовь, да? Когда описано то, чем, я прошу прощения, то, чем любовь является. Что любовь, какая она там, не превозносится, не гордится. Там, знаете, то, что является любовью, на самом деле, очень, очень качество сильной личности. То есть, понимаете, чтобы так любить, нужно иметь силу. И знаете, и когда, ну, на самом деле, когда ученики приняли Духа Святого, то они и силу приняли. Только, знаете, я больше, ну, как бы, мы чаще всего относили, что эта сила, ну, там написано, вы примите силу и будете моими свидетелями до краев земли, да? Вот. И мы, как бы, больше относили это как силу на то, чтобы благовествовать, на то, чтобы творить чудеса, да? Это сила, вот, да, не без того. Но, знаете, я уверена, что, ну, особенно последнее время, что это и сила для того, чтобы любить. Чтобы любить ближнего и чтобы любить Бога. И знаете, когда там написано вот эти все качества любви, какая любовь, да? Мы можем, в принципе, открыть, ну, как бы, там, не обязательно. Как правило, вы все знаете, какие там качества любви, да? То, вы знаете, это на самом деле не только любовь, которой Бог нас любит. Ну, то есть, любовь просто объясняется. Вот она вот такая. И тоже мы, мы чаще всего, да, мы относили это к Божьей любви по отношению к нам. Но на самом деле такая же любовь должна быть и у нас, и к ближнему, и к Богу. И там, ну, такие моменты, знаете, ну, конечно, перед Богом гордиться и превозноситься особо не получится. Но любовь, которая, там написано, не превозносится, да? Не ищет своего, не считает своей, не ведет счет своим обидам. О, знаете, как сегодня у людей звучит, сколько обид по отношению к Богу. Сколько претензий по отношению к Богу. А Бог говорит, доверяй моей любви. Научись доверять моей любви настолько, что ты даже, если ты чего-то не понимаешь, просто знай, я тебя люблю. Я проявляю к тебе свою любовь такую, ты ее, может, не понимаешь сегодня. Но ты поймешь, ну, это именно из любви к тебе. Это не потому, что Бог злой. Знаете, наше рабское мышление, наше извращенное немножко, как бы греховное, вот, да, греховной плотью, оно всегда, во-первых, знаете, там в Эдеме утратилось вообще понимание любви. Оно утратилось. И потому, когда пришли к горе, где в Пятидесятницу Бог сказал, я хочу, чтобы все поднялись на эту гору, да? И Бог хотел явить себя тот самый Бог, который и есть любовь. То есть, знаете, то рабская натура, не, наоборот, греховная натура и рабское мышление испугалась и не захотела пойти на гору, чтобы познакомиться с любовью. Среди всего вот этого вот народа, да, один Моисей, он тоже был грешник. Он тоже был грешник. Знаете, что у него по-другому было? Мозги. У него не было рабского мышления. То есть, так получилось, что он уже, ну, вырос, во-первых, в царских дворцах, да, у него, он не был рабом. Он не был, он не вышел из рабства. И потом он жил вообще, ну, тоже в свободе, когда Бог обратился к нему, сказал, ты выведешь мой народ. И это позволило ему пойти, чтобы познакомиться с Богом. Почему я обращаю вам, ну, ваше внимание на это? Потому что там Бог, Бог из-за того, что люди испугались и остались под горой и не пошли познакомиться с Богом, он не поменял свою заповедь и не написал, бойтесь Бога. Он написал, возлюби Бога. Он написал все равно, возлюби Бога. И когда сошел Дух Святой, то вернулась способность любить. Правильно любить, правильно. Знаете, любовь к Богу, она будет нас мотивировать всегда в послушании. Иисус так и говорил, что любящий меня соблюдет мои заповеди, да, будет поступать по моим заповедям. И любовь к Богу, она всегда будет нас мотивировать в то, чтобы быть послушными, чтобы исполнить Божьи заповеди. Но знаете, есть два вида послушаний. Есть послушание из страха, да, мы говорили тоже в прошлый раз немножко об этом, а есть послушание из любви. И все знают, ну, кто родители, да, вы знаете, что если ребенка воспитывать в страхе наказания, ну, вот в таких жестких достаточно моментах, то он будет слушаться, но из страха. И придет однажды момент, когда он вырастет, и он скажет, все, я больше тебя не боюсь, поэтому я тебя больше не слушаюсь, и я не, даже такой ребенок, он не будет восприимчив к советам. Он не будет искать совета. Понимаете, у тех, кто его по сути любит. Но если воспитывать ребенка в любви, если он вырастает в любви, в понимании, что его любят, неимоверно, всегда, при всех обстоятельствах, при всех косяках, при всех моментах, все равно срабатывает любовь и послушание любви. Послушание через любовь, да? И сбили. Сейчас я вернусь. И тогда, когда ребенок вырастет, он будет прислушиваться к советам. Он будет искать совета у того, кто его любит. Первый, у кого он будет спрашивать, как мне поступить, что мне в этой ситуации сделать, он будет искать этот совет у того, кто его любит. В первую очередь. Потому что он будет доверять этой любви. И знаете, к чему я все это веду? Дорогие, сегодня мне хочется говорить в этой теме, немножечко раскрыть одну тему и адресовать в одну неправду, в одну ложь, которая утвердилась в церкви на сегодня. И тема будет называться «Любовь не ходит в отпуск». Любовь не ходит в отпуск. И знаете, написано в 1 Коринфянам 13.13 интересная вещь, что сейчас пребывают все и три. Вера, надежда и любовь. Да? И написано, но любовь из них важнее всего. Больше. Да? И когда, знаете, я с вами делилась, мне тема эта, ну вообще, эта мысль, что любовь не ходит в отпуск, я ее поймала в такой интересный момент, когда ко мне проявлена была любовь со стороны одной сестры, одного близкого друга. И, знаете, там получилось, я пережила любовь, когда человек вспомнил о тебе, не тогда, когда ему плохо, а тогда, когда ему хорошо. и я вот на этой, просто на этом проявлении любви, я ходила, оно, оно со мной, я же, я до сих пор, ну проживаю вот этот момент, что любовь не уходит в отпуск. И она начала мне раскрываться. И знаете, когда мы говорим, любовь не уходит в отпуск, то первое, кто меня поймут, это те, у кого есть дети. Вот. Любовь не уходит в отпуск, даже когда физически в отпуске ты. Потому что у тебя есть любовь, которая, которая, она не может уйти в отпуск. Не бывает так, что, знаете, там что-то происходит, а ты такой, а я что-то подустала, пошла-ка я в отпуск. Да? И знаете, еще больше я вам скажу, что ни в каком самом кошмарном сне мы себе не можем представить даже, или, ну, не хотелось бы представить или пережить такой момент, когда Бог ушел в отпуск. Я говорю, что, слава Господи, Твоя любовь никогда не уходит в отпуск. Нету такого, что Бог говорит, ну что-то я подустал. И мы такие, Бог, у нас эпидемия. Он говорит, ну я в отпуске. Бог, война тут взрывается, тут стреляют, тут убивают. Бог говорит, ну, простите. Но знаете, что? В церквях с, я, ну, я 30 лет верующая. И знаете, с 90-х годов я стала наблюдать в какую-то такую пошесть в церкви, когда любовь, оказывается, уходит, просится в отпуск. И я поняла, что просится в отпуск не любовь. Как раз отсутствие любви. Знаете, мы наблюдали, что в какое-то время, когда вот рухнул Советский Союз, да, и начали образовываться церкви. И было такое серьезное пробуждение. Сколько поток людей такой побежал в церкви. Как много людей узнали, что Бог есть, и просто у нас, ну, там собирались моментально, буквально, там, в несколько сотен церкви, в тысячные церкви. И через какое-то время, знаете, вот, приходит этот момент, когда, как Бог говорит, ты оставил мою первую любовь, да, я имею что-то к тебе. И вдруг, в какой-то момент люди, знаете, появилось еще такое, такое, такое слово, такое объяснение, как выгорание. И вдруг люди начали проситься в отпуск. Ну, в лучшем случае проситься. Знаете, был отпуск, который так, раз, и человек просто исчез, тихо ушел в отпуск. Или не тихо, наоборот, громко хлопнув дверью. Да? И, знаете, я изначально, в моем сердце было вот это понимание, что в этом что-то есть неправильное, в этом что-то не так, в этом, ну, я понимаю, мы, ребят, мы не говорим сейчас об элементарном отдыхе, физическом отдыхе, в котором каждый из нас, ну, так или иначе нуждается, да? Мы не говорим о том, когда, ну, каждому из нас где-то нужно отдохнуть, может быть, поехать, может даже не поехать, ну, вот просто переключиться, да, потому что мы работаем. Кстати, знаете, вот это вообще понятие отпуск, да, оно из, ну, наших работ, где ты раб, где ты раб, и ты там не потому, что ты это любишь, как, ну, чаще всего, ну, ну, нет, ну, есть, да, счастливые исключения, не без того, слава Богу, слава Господу, да, есть, даже тогда люди нуждаются в отдыхе, да, но мы говорим о отпуске, который, вот, в который люди начали уходить от Бога, из церкви, из служения. Почему я в этом ставлю параллель? Дорогие, потому что тогда, когда человек исчезает из собрания, это самый, вот такой кричащий показатель того, что у него разладились отношения с Богом, потому что, когда все нормально с Богом, когда мы только пришли, когда мы познали Бога, послушайте, вообще не было вопроса, идти в церковь или не идти, в собрание, потому что это есть одно из, ну, столпов вообще христианства, ты верующий, ты славишь Бога, ты тот, кто поклонник Бога, тебя отличает, нас отличает от всего этого мира, от людей этого мира, что мы делаем то, чего они не делают. И мы не раз там в какой-то праздник приходим, и называем себя верующими, и приходим, да, нет, но это каждое воскресенье, да, и своя тайная комната, абсолютно да, да, с Богом отношения, это почтение, это послушание Богу, это движение в воле Бога, да, познание воли Бога. И мы стали наблюдать, ну, видеть вот эти вот вещи, когда люди уходят, исчезают из собрания. И знаете, в первый, ну, как бы поток вошли, к сожалению, люди, я, ну, задавалась этим вопросом, я как бы размышляла над этим, и знаете, мне Бог показал, что когда я встречалась потом с людьми, просто я вдруг обнаруживала, что там изначально было, ну, заложено не то основание. Так бывает. Так бывает. Иногда, знаете, когда поток шел людей, и когда мы были, ну, не сведущи, не особо в евангелизации, да, мы людей, у нас просто было желание людей захватить, хоть как-нибудь, да, вот. И евангелие преподавалось очень разное. И самое, ну, верное евангелие, это евангелие спасения, любви и царства. Это когда тебе пришло, что так возлюбил Бог этот мир, так Бог возлюбил меня, что отдал сына, да, и когда у тебя есть вот этот отклик на его любовь, на его милость, на его спасение. Но были и другие евангелия. Были евангелия процветания, были евангелия исцеления, да, когда людям говорили, или, ну, там, евангелие, какого-то восполнения чего-то, да, вот приди, приди в церковь, приди к Богу, Бог тебе все даст, да, и там, что называется, приходят люди. И знаете, такие люди первыми уходили из собрания, первыми исчезали, к сожалению. И когда я встречала, и мы начинали говорить, и знаете, что звучало? Обида на Бога. Я пять лет отходила в церковь, я молилась, я давала десятины и жертвовала. Где мои квартира и машина? Прямым текстом, понимаете? Или же наоборот, я хотел семью, ничего нет, да, или я хотел исцеления. Знаете, вот, ну, как бы, при том, что, ну, на удивление, Бог и исцеление тоже давал, вот, но, получилось, что пошатнулось, вот, в первую очередь, вот это. Когда эта волна, она проходит, есть следующая волна, когда люди, они действительно приняли правильное Евангелие, Евангелие любви. Но, почему-то апостол, он говорит, я молюсь, чтобы вы все время познавали любовь, чтобы вы укоренялись в ней, чтобы вы были укоренены и утверждены в любви. В любви очень важно укореняться и утверждаться. Любовь имеет широту, долготу, глубину, высоту, да? Любовь имеет и познавать ее, и знаете что? Это невозможно исчерпать. И люди, которые думают, что вот они что-то узнали о любви Бога, и этого достаточно, это огромная ошибка, потому что рано или поздно это иссякает. Это иссякает. Бывает так, что, ну, не знаю, каким образом, но забываются милости Божьи, которые он, ну, да, нам являл. И как-то, то есть, если это постоянно не переводить на память, если в этом постоянно не углубляться, если не утверждаться в любви, тогда приходит вот это охлаждение, то, о чем Бог предупреждает. И особенно это может происходить именно в трудные моменты. И почему-то относительно последнего времени есть вот это предупреждение, что охладеет любовь, да, и есть относительно последнего именно времени предупреждение о чем? Что наблюдайте за собой, чтобы не потерять то, над чем трудились. Именно относительно трудных сезонов, именно относительно вот моментов, когда у тебя Бог, а как же твоя любовь, да, вопросы. И вот очень важно понимать, что на самом деле, когда у человека, когда он говорит, что у него на что-то не хватает сил, часто это можно вот поставить знак, равно не хватает любви. Это так происходит, потому что то, что мы любим, то, что в чем есть наша любовь, мы не устаем. Любовь, она обновляет эти силы. Любовь всегда, она дает еще больше. Ты думаешь, что ну все уже. Вот знаете, ну вот я говорю вам, те, кто мамы, кто папы, кто родители, вы вот наверняка знаете, что такое, что совершает с вами любовь. Что делает любовь, да? Любовь, она, она, я не знаю, откуда эти силы берутся. И даже когда уже их вообще нет, когда они иссякли, буквально немножко, чуть-чуть, ты побыл в тишине, ты буквально отвлекся. И снова есть сила любить, да? И снова есть сила на все. Поэтому это очень важный момент, чтобы мы понимали, что любовь, она в отпуск не уходит. И знаете, там, где есть любовь, там нет выгорания, по большому счету. Я вам скажу, что я понимаю, как многие служители, или ну там немногие служители, как люди, которые служили, они говорят о выгорании. Знаете, если действительно копнуть глубже, то выгорание происходит там именно, где начали заслуживать, заслуживаться, где перестали наполняться любовью. Понимаете? Где настолько увлеклись либо служением, либо еще чем-то. То есть оно стало настолько преобладать, что не оставило ли время, чтобы просто быть наполненным любовью. А это очень важно. У Иисуса не было выгорания. У Сына Божьего выгорания не случилось. Ни по пути на крест, ни после креста. У апостолов, которых, знаете, недавно открыла, а там апостол перечисляет, столько-то раз я был побиваем камнями, столько-то раз меня садили в тюрьму, столько раз голодал и был в опасности, сутки провел в воде, в море в открытом. Столько-то раз кораблекрушение. И я читаю и думаю, и не выгорел. И в отпуск не попросился. Я не вижу апостолов, которые просятся в отпуск, которые идут... Все, я в отпуске. Ребят, я лишний раз думаю о том, какая убогая любовь к нам, и благодарю Господа, спасибо тебе, ты не ходишь в отпуск. И я задумываюсь о том, я хочу, чтобы каждый из нас, он тоже вошел в это понимание. Господь, помоги мне настолько охранять мое сердце, мой разум, чтобы когда подступит вот это желание, ложное желание, послушайте, это ложь сатаны. Почему? Потому что мы, опять же, ребят, это не просто об отдыхе, это о том, когда люди оставляют собрание, служение, и по сути, знаете, есть в чем особая такая подступность этого. Люди, когда оставляют собрание, они думают, что они все еще с Богом. И я вам говорю, что, ну, очень сомнительно, вообще-то, то, что мы продолжаем Богу молиться, там, благословлять пищу, просить Его о чем-то, и Он даже нам отвечает на какие-то нужды, да, это не значит, что мы с Богом, это значит, что Бог нас не оставил. Мы с Богом, это когда мы Ему продолжаем повиноваться и Ему служить. Тот, кто не послушен Слову Божьему, он не в воле Господа тогда. И написано даже, есть место Писания, где написано, что, сейчас, дорогие, я постараюсь найти его, там написано, что, ну, мы тогда не с Богом, в том нет любви отчей, кто любит этот мир и кто не поступает по воле Бога, в том нет любви отчей. Очень важно, особенно в наше время, продолжать утверждаться в любви. Очень важно продолжать наше время, говорить, Господь, открой мне Твою любовь, научи меня Твоей любви, покажи мне Твою любовь, напомни мне о Твоей любви, если я забываю. Понимаете, потому что это важный момент, особенно в последнее время. когда вот такие вот происходят события, когда вот именно враг и ложь, сатаны, она старается нас вышибить из вот этих правильных, праведных отношений с Богом. и... Знаете, есть интересная история... А, вот местописание, которое я... Это 1 Иоанна 2,15, там написано, если кто любит мирское, то в его сердце нет любви к Отцу, да, и также 1 Иоанна 4,16 написано, кто живет в любви, остается с Богом. Кто живет в любви, остается с Богом. С Богом остается тот, кто живет в любви. Есть местописание, где написано, что нам очень важно быть как будто как одетыми в любовь. Написано, что... это Колоссянам 3 глава, там написано, что облекитесь в сострадательность, там еще что-то, да, да, вот там в это... А потом написано, но более всего оденьтесь в любовь. Важнее всего, как в одежду оденьтесь в любовь. Знаете, любовь не перечисляется среди всеоружия. это одежда, это то, что всегда на тебе. Всеоружия ты можешь снимать, одевать, там, ты идешь в бой с этим оружием, а то, в чем ты должен, нам нужно пребывать всегда одетыми, быть одетыми. И это очень важно. Тогда эта любовь, она защищает наше понимание, наши сердца в мире Божьем. Понимаете? И Дерек Принц, знаете, он говорил такую штуку, что мы ровно настолько любим Бога, ровно насколько мы ему остаемся послушными. Послушными его словом. Знаете, потому что, любовь, она неразделима с пониманием послушания, любовь к Богу. И это не сентиментальное чувство, хотя любовь к Богу, она затрагивает нашу душу. Написано «Возлюби всей душой твоей». Да? Она обязательно затрагивает и как бы наши чувства. Но в первую очередь она коренится и берет свое начало не в чувствах, а в изволении воли. Она берет свое начало в воле. И Иоанн, в Иоанна 14 главе Иисус говорил 24 стихом. Давайте мы откроем. Иоанна 14 глава. Там с 21 стиха. «Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот любит меня. Того, кто любит меня, любит мой отец, и я тоже буду любить его и открою себя ему. Кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово, и того полюбит мой отец, и к тому мы придем и будем жить». У него 24 стих. «Но тот, кто меня не любит, не будет и соблюдать моих слов». «Кто меня не любит, тот и не будет соблюдать моих слов». Это очень важно. Это параллель, которую Бог проводит. И соблюдать волю Бога, это написано, что мои заповеди не обременительны, но к тому же мы понимаем, что чтобы это происходило, мы должны быть сильны в любви, чтобы мы могли в этом быть, устоять. И знаете, когда я говорю, мы также говорим о том, что любовь не ходит в отпуск, я имею в виду, я уже говорила, необычный отдых, я говорю о таком уходе без времени. Ну, когда, знаете, человек ушел и непонятно вообще, вернется или не вернется. Вы знаете, что я верю, что люди, которых, которые захвачены Богом, любовью, в которых вошло правильное Евангелие, Евангелие любви, спасения и царства, рано или поздно возвращаются. Почему? Потому что любовь не уходит в отпуск. Даже если оступается человек, даже если бывает так, что, знаете, уйдя из одного собрания, человеку сложно вернуться назад именно в эту церковь, в это собрание. Но любовь, которая его влечет, она просто даст ему выход или откроет двери в другое собрание. Бог милостивый. И Бог откроет двери, знаете, но там человеку придется пройти свой круг опять. Какого-то становления, снова знакомство, снова поднятие. Да, в таком случае уже ты будешь в другом физическом возрасте, ментально уже ты другой. У тебя уже набитые шишки, ты знаешь какие-то вещи, понимаешь. И уже ты по-другому сам себя ведешь, и уже ты бережешь больше свое сердце от каких-то обид, каких-то моментов, все, что тебя может вырвать из этой любви и увести. поэтому любовь она как бы возвращает. Знаете, в этом отношении я хочу вам напомнить одну историю. Да, Моисей разгневался на людей. И да, он ударил по камню. И Бог это увидел, Бог это увидел. И он говорит, ты устал, я тебя понимаю. и это не было наказание, это было избавление. Ты увидишь эту прекрасную землю, я тебе ее покажу, ты до нее дошел, ты довел сюда народ, они в нее войдут, но тебе не нужно будет идти ее завоевывать, ты пойдешь ко мне, ты пойдешь в лучшее, ты возвращаешься в дом. Так говорит любовь. И Моисей увидел всю эту красоту, а Бог говорит, а там еще лучше, и тебе это даже не надо завоевывать. И знаете, у меня не вязалось вот как бы все эти годы интересная мысль, в моих глазах Моисей штрафник, и вдруг он является на горе преображения, в славе Божьей. Ну я как бы знала, что он ушел на небо в Царство Божье, да? Но вдруг там, где приходит, куда приходит Сын Божий и является слава всего Царства, вдруг из тех двух личностей, которые приходят сюда, духовных личностей, еще и Моисей. Моисей штрафник или он в славе? Он любимый. Понимаете? Как наше рабское мышление может исказить? Да, ты читаешь, как написано, но оно отпечаток, понимаете, вот этого как это все? Хорошо, мы возвращаемся в нашу тему. Знаете, а, еще такая интересная тема, что именно рабское мышление, оно всегда приходит, ну, привносит страх. А в Библии написано, что совершенная любовь, она изгоняет страх, она изгоняет страх. Адам до тех пор, пока он был в Эдеме, Бога не боялся, люди не боялись Бога, потому что они были в позиции сына. Сын не боится Отца, и он не потому идет исполнить волю Бога. Иисус не потому не сгорел по пути, что он так, аж так боялся Бога. Он шел, потому что любовь Бога его вела. Апостолы были наполнены любовью Божией, и они прошли весь путь до конца, понимаете? Когда мы наполняемся любовью Бога, когда мы знаем любовь Бога по отношению к нам, наше сердце обязательно будет гореть этой любовью по отношению к Нему, и поэтому мы не будем сгорать, мы не будем, нам не нужен будет вот этот отпуск там. Итак, апостол Петр, уникальная личность. Знаете, если перечитать вообще все об этом человеке, можно абсолютно увидеть совершенную картину преображения верующего. Все этапы. От колеблющегося тростника, от вообще рыбака, не знавшего, ну там, чисто Бога так, знавшего номинально, и от колеблющегося тростника, пройдя этапы вообще всевозможные. Тут я бросаю сеть, иду за Иисусом, следующий там этап, там, хожу с Господом, сижу у Его ног, следующий этап, хочу свести огонь на непослушных, следующий, знаете, и когда ты читаешь, можно даже проследить, вот, на каком я этапе, как верующий, а может я сегодня получил откровение, ты Сын Бога, Иисус поворачивается, да, и говорит, не плоти кровь тебе это открыло, а может быть, сегодня Иисус развернется и скажет, отойди от меня, сатана, на каком я сегодня этапе своей верующей, христианской жизни, да, как верующий, а может ты сегодня кому-то отсек ухо, и это путь до камня, на котором строится церковь, мы живые камни, из которых строится дом духовный, да, а вы знаете, что у него была история, когда он ушел в отпуск. Давайте мы посмотрим в эту историю, это в Евангелии, в Евангелии от Иоанна, сейчас я вам скажу, одну минуточку, надо же найти, у меня тут, ага, Иоанна 21 глава, последняя глава в Евангелии от Иоанна, и можно там как бы, ну, мы войдем в третий стих, там Иисус являлся своим ученикам, да, и тут третий стих, Петр говорит, я пойду ловить рыбу, сказал Симон Петр, мало того, что сам пошел в отпуск, он загреб с собой компанию, следующий стих, мы тоже пойдем с тобой, то есть прихватил с собой еще учеников, уходят они ловить рыбу, то есть что он говорит в этот момент, да не в грех он впал, по сути, он просто говорит, ну, короче, пошел я заниматься своими делами, ну, такой момент в его жизни, вот, чуть-чуть разочаровался, там, он отрекся, кстати, уже до этого, да, он отрекся даже, а знаете, что любовь Бога, она позволила даже отречься, я немножко отступлю, Иисус, он говорит, я не молюсь о том, чтобы ты не отрекся, но однажды поднявшись, ты еще поднимешь, выйдя из этого, ты возвратишь братьев, и он говорит, я молился о тебе, чтобы твоя вера не оскудела, она совсем и не пропала, да, итак, уходит, Петр уходит в отпуск, пошел ловить рыбу, и все мы знаем, как заканчивается этот момент, что приходит Бог и единственное, о чем он спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Любовь не уходит в отпуск, никогда, она однажды ответит на этот вопрос, а знаете, интересный момент, даже когда ты ушел в отпуск, что происходит? Мы читаем эту историю и мы смотрим, что они пошли ловить рыбу и ничего не поймали, это было самое обычное для них дело, они были профи в этом, они пошли заниматься своим ремеслом и вдруг ничего не получается, приходит Бог и задает вопрос, поймали что-нибудь? Нет? И знаете, что он делает? Что делает любовь? Она себя проявляет в том, что не наказывает, а благословляет. Даже когда человек ушел в отпуск, в отпуск, Бог там являет свою милость, благословляет, дает прибыль, приглашает за стол, кормит. Мы читаем в этой истории, вот такая коротенькая история об отпуске, а потом задает вот этот вопрос, любишь ли ты меня? И очень важно, очень важно тогда, чтобы вот это вот обнаружилось любовь, очень важно, чтобы мы держали ее внутри себя, чтобы мы ее культивировали, чтобы она возрастала. Молюсь о том, чтобы вы познавали любовь, глубину, широту, высоту, долготу, и чтобы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуться всеми святыми. Да? Очень важный момент. А кроме всего, более всего, облекитесь в любовь. в любви. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...